Здравствуйте, дорогой зритель! Не особо, наверное, большое видео получится. С вами снова я, Михаил, канал Картавый Блогер. И в этом видео будет два момента. Ну, во-первых, будет небольшой анонс на то, что пришло. И второй момент. Ну, китайцы умеют удивлять. В очередной раз меня удивили, дорогие наши китайцы. Ну, все слышали то, что телефоны пропадают на почте. Ну, то есть, когда идет вот такая вот в купырке посылка из-за границы, сотрудники почты прекрасно понимают, что это не внутренний пересыл. Никто ничего не докажет и так далее и тому подобное. И зачастую там пытаются что-то как-то найти. Поэтому китайцы делают, что они пишут медиа, MP3-плеер, еще что-то. Ну, там показывают маленькую стоимость, чтобы, опять же, налогов не было и так далее и тому подобное. Не суть. Ребят, вдруг почтальон слепой, тетенька какая-нибудь, да, который... Ну, не почтальон, а сотрудник почты, который там где-то на сортировке находится, да? Вот так вот он покрупнее. Сотрудник почты такой, что, 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 точно телефон? Что, серьезно, что ли, телефон такой? Хоп-хоп. Как не вынули, непонятно. Абсолютно непонятно, как не вынули. Ну, он думает, ну, вдруг там одна... Нет, ребят. Мы такое еще разочек напишем. Ну, вот это что-то прям как-то нехорошо. Кукурки оставим. Далее, видимо, у него пришел кто-то там из стражилов и говорит, да, нельзя писать телефон, давай писать вот такую вот ерунду. Хотя, что интересно, это, в принципе, два разных, два разных продавца отправили, и один, и оба начали крупно вот так вот писать. Видимо, все-таки сотрудники почты попросили, говорят, там, ну, ребят, нам немножко тяжко все это дело находить, где находятся телефоны, где не находятся телефоны, поэтому вот пишите крупнее. И вот они написали, да, телефон, написали handset, и видите, какая-то мятость началась. Значит, что из свежего? Redmi 5 2.16. Он получается достаточно бюджетный, и при всем при этом... Сейчас, секундочку. Вот, и при всем при этом у него получается плюс какой-то. Достаточно большой экран, да, то есть для тех, кто любит посмотреть фильмы, там, поиграть в какие-то игрушки на более большом экране. Ну, в принципе, наверное, самое то, учитывая более адекватную стоимость по сравнению с версией 3.32, либо там 4.64. Так что, скоро буду делать обзор на 2.16 в том числе, на 3.32 обзор, насколько помню, уже выложен даже, кажется, и буду делать вообще в целом обзор на то, для чего, почему каждая модель, по моему мнению, подходит. Засим. Телефон. Ну, а что нет-то, да? Вот, Засим, я думаю, можно заканчивать. Прощаюсь. До скорых встреч. Пишите, что вы хотите в обзоре видеть про этот телефон. Пока.